Доказывают эти факты вину, кого бы то ни было, или не доказывают, может определить только суд. При всём моём к вам уважении, ни газета, ни отдельные представители средств массовой информации, ни отдельные граждане наши, никто не может человека заранее объявить виновным. Это может сделать в соответствии с Конституцией, о которой вы сейчас вспомнили, только суд. Вообще коррупция есть везде. Везде. Хочу вас заверить. Вопрос в уровне этой коррупции. Если человек хранит деньги за границей, и если это немалые деньги, он всегда находится в состоянии зависимости от той государственной системы, где у него хранятся деньги. И надо людей от этой зависимости освободить. Человек должен выбрать для себя. Хочет быть на госслужбе? Пусть деньги никто же не отбирает. Пусть приводит сюда. А если, особенно люди, которые работают в экономической сфере, в правительственной сфере, депутаты обеих палат в парламентах, от них зависит экономическое состояние, в конце концов, государства. Если они не доверяют своей собственной экономической системе, так что они тогда здесь делают? Пусть денежки сюда тащат. Тогда будет больше шансов того, что настойчиво будут работать над укреплением нашей финансовой экономической системы. Это дело семьи. В Римской империи за карманную кражу приговаривали к смертной казни. И больше всего краж было во время этих смертных казней, потому что больше всего народа скапливалось на площадях. Это такой хрестоматийный пример из криминологии. У нас есть такая мера наказания, как пожизненное тюремное заключение. Уверяю вас, условия содержания там далеко не санаторно, а курортно. Подумайте, поговорите. Об этом можно подумать. Честно говоря, я тоже об этом думал. Они не понимают, что происходит. Меня всегда возмущало. Спекулировать можно сколько угодно. Но при чем здесь Соединенные Штаты? Они чего им плохого сделали? Дело не в национальности. Абсолютно. И не в вероисповедании. Мы тысячу раз об этом сказали. Совсем сбриндели. Какой военоплины? Там что, гражданская война между севером и югом, что ли, восстановилась? Ну, чушь какая-то. Несут бредятину просто. Это неправильно. Это невозможно. Простому гражданину это, честно говоря, дофеник до этих постановлений правительства. Люди-то не знают на самом деле, что вот люди не думают об этом. Когда пришел момент платить, выкатили счет, а денег нет. Платежи должны быть более мягкими в течение года. Им должны либо деньги вернуть, либо засчитать эти платежи. Мы не знали, да и до сих пор не знаем. Вам там известно в колхозе, что Ленин умер уже, нет? Антолий Борисович Чубайс остается такой нужной очень для нас фигурой, на которую постоянно общественное мнение отвлекается, когда что-то не нравится. Я считаю, что кто-то должен был сделать то, что они делали. Повторяю, на мой взгляд, можно было бы сделать и по-другому, с меньшими социальными потерями и затратами. Это не так жестко, но задним числом всегда легко рассуждать на эти темы. Вы знаете, нужно иметь мужество, чтобы эти шаги сделать. Много было всего ошибочного, но то, что эти люди имели такое мужество, это факт очевидный. Имели мужество на преобразование. Там много всего смешного. Вот, например, но они не удержались. Коррупция, понимаешь, его нет во власти. Во властных структурах не присутствует. Разместили деньги неэффективно, в объёме 2,5 миллиардов рублей. Деньги, конечно, не маленькие. Ведь они на чём там горят? Встаёшь – темно, ложишься – темно. Я не знаю и сейчас не хочу давать этих оценок. Есть проколы, провалы? Но это не уголовщина. Понимаете? Это абсолютно разная вещь. Вложили неэффективно, но это не воровство. Хотя он мне много раз сказал, что он в политику не лезет. Я вижу, что лезет. Это не по-честному, это неправильно. И мы так делать не будем. Без официальной оценки не будет самого хребта понимания того, что происходило с нашей страной в течение прошлых столетий и прошлых десятилетий. Молодые люди не понимают, в какой стране они живут, не чувствуют своей связи с предыдущими поколениями. Ну что, разве это нормально? Смотрите, что пишут. Совсем сбрендели. Кто переломил хребет нацизму? Вот это кто знает у нас? Только специалисты. Но это совсем не значит, что мы должны вернуться к тоталитарному мышлению. Если есть какая-то канва, в этом, собственно, суть. Я думаю, что это вполне возможно и реализуемо. Наталья Валерьевна, как вас по-батюшке, извините. Наталья Валерьевна, как? Имя отчество ваше, извините, как? Наталья Валерьевна, всё в экономике взаимосвязано. Ничего хорошего в этом нет. Мне жалко вас. Пить за рулём нельзя. И нужно добиться того, чтобы никто не садился за руль в нетрезвом виде. Да, это невозможно. Есть, наверное, люди, которые с этим не согласятся, но подавляющее большинство граждан уверенно с этим согласны, потому что пьяный за рулём человек, он теряет на собой контроль, он теряет реакцию. И если у нас разрешить выпить один-два бокала, знаете, бокалы у нас разные, вот от такого и вот до такого, вот, поэтому пить нельзя. Но пусть они скажут, откуда они получили денег, сколько получили денег, на что и куда они их истратили. Чего здесь плохого-то? Люди, которые, скажем, борются с коррупцией, сами должны быть кристально чистыми. Просто так языком трепать-то каждый гораздо. Сделать, чего предлагаете. Как вы отличаете жёны от возлюбленных? У вас какой-то... По запаху? По возрасту? У нас же такая разная страна, и Северный Кавказ, и Дальний Восток, и Север, и Центральная часть. У нас невозможно, знаете, внедрить всё, что там возможно. Почему они от нас должны требовать внедрения их стандартов? А может, мы, давайте, потребуем внедрения наших стандартов у них? Не будем, давайте, друг от друга ничего требовать, давайте будем с уважением друг к другу относиться. Тем не менее, у нас с Федеративной Республикой Германии оборот 74 миллиарда долларов, а с Голландией ещё больше, 82 миллиарда. Правда, немецкие эксперты считают, что часть 82 миллиарда, это всё равно к ним относится, потому что идёт просто этот наш импорт-экспорт через территорию Голландии. Ну, может быть, неважно, во всяком случае, это две ведущие страны, наши ведущие партнёры. Но с какого рожна это было сделано? Объясните, пожалуйста. Никто не может объяснить. Вы понимаете? Ведь никто не может сказать, зачем. Были поправки Джексона Венника, ограничивающие, дискриминирующие Советский Союз в торговле с Соединёнными Штатами в связи с ограничением выезда советских евреев в Израиль на постоянное место жительства. Они были введены там десятилетия назад. Сейчас мы подошли к какому рубежу? Что Россию начали принимать во всемирную торговую организацию, не без помощи самих Соединённых Штатов, за что мы благодарны администрации Обамы. Нас начали принимать. Но фокус заключается в том, что если бы они сохраняли поправку Джексона Венника в своём законодательстве, то при вступлении России в ИТО они начали бы сами нести убытки экономического характера. Они вынуждены были её отменить. Но был хороший повод это сделать, забыть всё, что было во времена Холодной войны, и пойти дальше. Нет. Надо было обязательно втащить другой антироссийский в данном случае акт Магнитского. Ещё никто не расследовал даже, что там произошло. Зачем это было сделано? Просто для того, чтобы жабры раздуть. Мы самые крутые здесь. Зачем? Это такое имперское поведение на внешнеполитическом поле. Ну, кому это понравится? Мы предупредили, что мы ответим. Но, видимо, они ожидали, что ответ будет такой, знаете, такой, вялый. Но он хороший, он плохой. Наверное, не без издержек. Наверное, да. Ну, и у депутатов у наших тоже возникли определённые эмоции. Это ошибка считать, что там в какой-то другой стране, в Штатах, абсолютно неуправляемый Конгресс и Верхняя Палата. А у нас он такой ручной. Ничего подобного. Это не соответствует практике нашей политической жизни. У нас есть правящая партия, в которой у власти большинство. Но и там люди с разными взглядами. И для того, чтобы убедить их в необходимости действовать так или иначе, надо ещё поработать. Но вы правы в том, что нам с обеих сторон нужно относиться друг к другу с уважением и искать пути взаимопонимания. Не дёшево, потому что по-разному считают и разные вещи считают. Если говорить о стоимости самой Олимпиады, из федерального бюджета 99 миллиардов рублей. Из привлечённых средств где-то, по-моему, 144 миллиарда. Одного МРОТа. Мы будем с уважением относиться к любому из этих выборов. Шар на стороне наших партнёров. Кстати говоря, такие обращения носят не единичный характер. Сейчас не буду говорить о том, кто и как, во всяком случае, со мной обсуждал эти вопросы. Но люди не хотят, чтобы это приобретало какой-то скандальный характер. Но что мы должны были сделать? Сказать, нет, мы не будем это делать? Почему? С какой стать это? Ну, это просто смешно, понимаете? Да, конечно, мы с удовольствием дали ему паспорт и даже поблагодарили его за это. Что касается наших соотечественников, то я считаю, что для них действительно должен быть определён упрощённый порядок. Так же, как и для всех людей с постсоветского пространства, минимум, как с постсоветского пространства, которые находятся в репродуктивном возрасте, имеют хорошее здоровье, хорошее образование и могут легко быть адаптированы нашей культурной средой. Нам нужны такие люди. Во многих странах мира, ну, Канада хороший тому пример, по всему миру ищут таких людей. Министерство иностранных дел имеет квоту и задания даже на то, чтобы привлекать таких людей в Канаду. Но почему мы-то должны от этого отказываться? Но всё это должно идти на благо самой России и на благо её жителей, и не раскачивать рынок труда ни в коем случае. Всё, все эти схемы наработаны, и мы можем и должны их примять у себя. Что касается этой категории людей, о которых вы сказали, и о которых вы сами относитесь, то я думаю, что такие люди, как вы, ваши предки, ваши родители, деды, отцы, деды, не по своей воле оказались, как правило, за границей, не по своей воле стали иностранцами. И для них тоже должен быть разработан особый порядок. Совсем недавно я возобновил своё поручение правительству и миграционной службе. И надеюсь, что эти инструменты будут разработаны и использованы. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Почему газ, вода, хлеб, продукты всё дорожает, когда цены перестанут расти такими темпами? Если остаться в сфере медицины, то средняя по больнице мало кого интересует. Но, тем не менее, противовоздушная оборона С-400, которая на расхват, как горячие пирожки, расходится по всем нашим потребителям во всём мире. Во всём мире. Мы просто даже не можем обеспечить этот спрос. Хорошо. Легализуют ли в России коноплю? Нет. Спасибо. Конопля, как производная для сельского хозяйства, для тканей, я не знаю для чего, она может быть использована. Но как лёгкий наркотик, категорически против. В некоторых странах, сегодня упоминали о моей поездке, скажем, в ту же Голландию, лёгкие наркотики давно легализованы. И смысл этой легализации заключался в том, чтобы оттащить людей от тяжёлых наркотиков. Практика показывает, что этого не происходит. А наоборот, это только как шаг первый к тяжёлой зависимости. И нам не нужно этого делать. А по-маленькому можно, что ли? Нельзя ни по-крупному воровать, ни мелкими партиями. Должен вам сказать, что мы не позволяем никому. Люди, которые любят выпить, у нас говорят так, что всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Но всё, наверное, никогда не будет хорошо. Но мы будем к этому стремиться. Подавляющее большинство наших граждан именно так относится к своей стране. Надеюсь, что, ведь, понимаете, президент не может в каждом конкретном случае разобраться. И человек сам для себя должен определить, где он может быть максимально полезен в своей собственной стороне. Человек добивается успеха там, где он чувствует себя успешным, где он чувствует свои таланты, можно было бы приложить, свои способности. Это в значительной степени работа человека над собой. Но то, что люди говорят об этом, говорят вслух, это очень хороший сигнал, очень хороший знак. Ну, передадите мне потом эту повестку. Вот эту бумажку мы говорим с автором этой записки. Как стать президентом? Можно образовать свою собственную партию. Нужно, безусловно, доказать, что вы хотите и можете эффективно служить своей стране. И дерзать.